МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основную долю в портфеле ЕНПФ занимают государственные ценные бумаги. Их текущая стоимость – порядка 4 триллионов тенге. На втором месте находятся облигации банка второго уровня. Их доля равна 14%. В иностранные ценные бумаги инвестировано порядка 10% накоплений. Стоимость этих облигаций – более триллиона тенге. Облигации квази-государственных организаций Казахстана занимают 8,5%. Отметим, что эти и другие финансовые инструменты в основном в тенге. Средневзвешенная доходность к погашению долговых финансовых инструментов – 7,2% годовых. Новые профессиональные стандарты по стоматологии, формации и клинической психологии разработали эксперты отрасли здравоохранения. Проект «Развитие трудовых навык и стимулирование рабочих мест» затрагивает 25 профессий и реализуется Министерством труда и соцзащиты совместно с Всемирным банком. При разработке трех новых профессиональных стандартов в отчетной медицине учитывали значение всех заинтересованных сторон – работодателей, представителей вузов, отраслевых ассоциаций, госорганов. По мнению разработчиков, внедрение профстандартов улучшит качество медицинских и фармацевтических услуг для пациентов. А окончательный результат позволит дать новый импульс развитию всей отрасли, привнести новые технологии, методы лечения и лекарства. Фактически, это посильная помощь не только работодателям, но и отечественным вузам. В университетах смогут сделать упор на подготовке тех кадров, которых катастрофически не хватает на рынке труда, например, клинических психологов. Для них разработали отдельные стандарты. В таком трехстороннем партнерстве работодатель вуз-госорган можно ожидать в ближайшие годы подготовку квалифицированных кадров, стабильного трудоустройства выпускников и соответствующие зарплаты для них. Именно работодатель заинтересован в том, чтобы завтра к нему пришел действительно высококлассный специалист. И мы своими профстандартами показываем учебным заведениям, вузам или колледжам, какого специалиста ждет работодатель в ближайшей долгосрочной перспективе, какими компетенциями и навыками он должен обладать. Евросоюз ввел санкции против компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста в Крым. Черный список пополнили названия шести организаций. Среди них Мост-Отрест, Петербургский институт, Гипростроймост и судостроительный завод «Залив». Их активы и контракты в Евросоюзе должны быть заморожены. В документе Еврокомиссии говорится, что проект подрывает территориальную ценность, суверенитет и независимость Украины. В Брюсселе напоминают, что считают присоединением украинской автономии к России незаконной аннексией, а торжественное открытие моста в Евросоюзе расценили как символ усиления контроля Москвы над Крымом и Севастополем. Церемония открытия автомобильного движения «Истамани» в Крым прошла 15 мая. Президент Владимир Путин сел за руль грузовика, чтобы лично возглавить колонну, которая в рамках церемонии переехала через пролив. Глава администрации Крыма Сергей Аксенов тогда назвал мост символом единства и свободы, а также свидетельством полного провала политики блокад и санкций. Зерно, мясо, молоко и дороги. Разговор коснулся основных социально-экономических показателей. Не обошли стороны и проблемные вопросы. Главная тема – уборочная. В регионе уже собрали более полумиллиона тонн зерна. Убрано почти 40% площадей. Аграриям приходится работать в непростых погодных условиях. Раннее лето – продолжительные ливни. Учитывая географическое положение Минской области, ее результаты могут рассказать о ситуации в стране в целом. Область прибавила по всем ключевым показателям к уровню прошлого года. Валу и продукт вырос почти на 5%. Примерно настолько же увеличилась производительность труда. Во время встречи обсуждались развитие мясомолочного комплекса региона и инфраструктура. Дорожно-строительные предприятия могут разрешить покупать технику в лизинг без процентной ставки по кредиту. Отдельно обсудили развитие некоторых районов области. По поручению президента будет уделено такое же внимание, как Орши. Там, напомним, проводится экономический эксперимент. Речь о привлечении инвестиций в строительстве жилья, развитии производства и занятости населения. Регион показательный. Он находится в разных климатических условиях. С одной стороны, юг у тебя уже там, наверное, половину убрал. Север еще, может, только приступил к уборке уже там процентов 15-20. Поэтому разные климатические условия дают среднее впечатление по стране вообще. Ну и как человек, близкий к земле, у тебя есть определенные чувства по ситуации со сбором зерновых в этом году. Что мы будем иметь? Понятно, что зерновые хлеба, они не будут так урожайны, как в прошлом. Особенно на юге. Кстати, на востоке и севере, и у тебя, наверное, тоже в Минской области как раз ситуация иная. Там, где дожди шли, там очень хорошие поля, хорошее урожай. Я вот посмотрел это время, ну просто отлично. Стена, целая стена, особенно в Витебской области, в восточных регионах, очень хорошие урожайные поля. И думаю, что нам надо надеяться в этом году, все-таки кукурузный год, надеяться на то, что мы миллион тонн кукурузы, а может быть и больше, хотелось бы больше, соберем и тем самым восполним недобор по хлебам. Президент Италии Серджио Моторелло прибыл с двухдневным визитом в Ереван. Официальная церемония встречи прошла в резиденции президента Армении. Армен Саркисян и Серджио Моторелло сначала беседовали наедине, а потом провели переговоры в присутствии делегации обеих стран. Они согласились, что сотрудничество между Арменией и Италией необходимо выводить на новый уровень, как в двустороннем формате, так и на международной арене. Говорили президенты и о новых направлениях совместной работы. Мы придаем огромное значение сохранению культурного наследия. Наше сотрудничество получит еще больший стимул с открытием в Ереване армяно-итальянского культурного центра. Я уверен, что государственный визит главы Итальянской республики позволит вывести на новый качественный уровень дальнейшее армяно-итальянское сотрудничество. Вместе с президентом Саркисяном мы посчитали очень важным сотрудничество в научной сфере, в особенности в области астрофизики. Мы наладим контакты между учеными, которые работают в различных научно-исследовательских институтах. Мы также подписали документы о сотрудничестве в других сферах науки и образования. США заинтересованы в строительстве транс-адриатического газопровода, который соединит Азербайджан с Италией. Эту газовую артерию в Вашингтоне рассматривают как важный вклад в энергетическую безопасность Европы. Газопровод длиной 870 километров пройдет через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Адриатическое море. Планируется, что к концу 2020 года примерно 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа в год будет транспортироваться в Италию. На данный момент ТАП – это самая амбициозная попытка создать новый источник газоснабжения в Европе, чтобы снизить ее зависимость от российского газа. Этот проект также альтернатива российско-германскому «Северному потоку-2», строительство которого должно завершиться в следующем году. Проект позволит увеличить объемы поставляемого газа из России в Германию, а также снизить зависимость от транзитных стран. Вашингтон считает, что Россия таким образом пытается получить выгоду от европейских потребностей и что «Северный поток-2» сделает Европу еще более зависимой от Кремля. Так называемая индо-тихоокеанская стратегия Дональда Трампа обретает форму. Госсекретарь Майк Помпео объявил, что США инвестирует в регион 113 миллионов долларов. Главный упор будет делать на развитие технологий, энергетический сектор и инфраструктуру. О программе объявили на фоне разгорающегося торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Однако, по словам Помпео, инвестиции не будут противовесом экономической программы Китая «Один пояс и один путь», которая в основном состоит из инфраструктурных проектов, соединяющих Азию с Африкой и Европой. Госсекретарь также сказал, что на этой неделе посетит Малайзию, Сингапур и Индонезию, а также объявит о новой программе безопасности в регионе. Также Майк Помпео объявил, что США будет противостоять любой стране, которая стремится к доминированию в регионе. Это, вероятно, было отсылкой к попыткам Пекина присвоить спорные территории в Южно-Китайском море. Ранее Дональд Трамп вывел США из переговоров в создании Транс-Тихоокеанского партнерства – зоны свободной торговли. О стратегии развития региона Вашингтон объявил в прошлом году. В дипломатических кругах Индо-Тихоокеанский называют часть Азиатско-Тихоокеанского региона, который не включает Китай. Мы никогда не будем стремиться к доминированию в Индо-Тихоокеанском регионе и будем противостоять любой стране, которая будет это делать. Протестное движение испанских таксистов против онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок набирает обороты. Таксисты заблокировали ряд главных улиц в Матриде, включая проспект, где расположено здание Министерства транспорта. Работники отрасли хотят добиться ограничений на выдачу специальных лицензий. Которыми пользуются сотрудники Uber и Cabify. Стачка продолжается несколько дней, пока переговоры представителей сектора с властями не принесли результатов. Дело в том, что сотрудники Uber достаточно получили разрешение на осуществление деятельности по предоставлению в лизинг автомобиля с водителем, в то время как таксисты должны приобрести лицензию. Последнее дороже разрешение в 10 раз. О знак солидарности с коллегами в Мадрид прибыли таксисты из соседней Португалии, где также проходили демонстрации против деятельности Uber. Пока многие европейцы изнывают ананомальные жары, в Болгарии вот уже несколько недель не прекращаются проливные дожди, что привело к снижению туристического потока. На прошлой неделе в ряде регионов страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений. В связи с дождливым сезоном упали продажи летней одежды и пляжных принадлежностей. Метеорологи прогнозируют, что солнечная погода вернется на болгарское побережье к концу недели, и температура воздуха прогреется до 35 градусов. Международный валютный фонд отметил позитивные изменения в экономике Греции. Однако долгосрочные перспективы страны по-прежнему неясны. Виной тому большой внешний долг. Об этом говорится в докладе МВФ. В конце августа Греция выйдет из программы финансовой помощи Евросоюза. Из-за глубокого экономического кризиса с 2010 года страна получала кредиты от Евросоюза взамен на налогово-бюджетные и структурные реформы. Как отмечают эксперты МВФ, Афинам удалось стабилизировать экономику и добиться сокращения безработицы. Однако продолжение макроэкономических реформ остается актуальным. Внешний долг Греции составляет 180% ВВП страны. За 8 лет в рамках программы финансовой помощи от Бреселя Греция получила более 240 миллиардов евро. Правительство ставит задачу обеспечить экономический рост в размере 3,5% ВВП до 2022 года. Однако МВФ опасается, что стране будет непросто этого добиться. Продолжение следует...